С глубоким, безотчетным вздохом, которого он по обыкновению не сумел сдержать, несмотря на близость телекрана, Уинстон начал свой рабочий день. Притянул к себе речепис, сдул пыль с микрофона и надел очки. Затем развернул и соединил скрепкой четыре бумажных рулончика, выскочивших из пневмонической трубы справа от стола. В стенах его кабины было три отверстия. Справа от речеписа маленькая пневматическая труба для печатных заданий. Слева побольше для газет и в боковой стене только руку протянуть. Широкая щель с проволочным забралом. Это для ненужных бумаг. Таких щелей в министерстве было тысячи, десятки тысяч. Не только в каждой комнате, но и в коридорах и на каждом шагу. Почему-то их прозвали гнездами памяти. Если человек хотел избавиться от ненужного документа или просто замечал на полу обрывок бумаги, он механически поднимал забрало ближайшего гнезда и бросал туда бумагу. Ее подхватывал поток теплого воздуха и уносил к огромным топкам, спрятанным в утробе здания. Уинстон посмотрел четыре развернутых листка, на каждом задании в одну-две строки. На телеграфном жаргоне, который не был по существу новоязом, но состоял из новоязовских слов и служил в Министерстве только для внутреннего употребления. Задания выглядели так. Таймс, 17.03.84. Речь СБ. Привратно Африка уточнить. Таймс, 19.12.83. План четвертого квартала 83-го. Опечатки согласовать с сегодняшним номером. Таймс, 4.02.84. Заяв Минезо. Привратно Шоколад уточнить. Таймс, 0.03.12.83. Минус-минус. Изложен наказ СБ. Упомянутые не лица переписать сквозь наверх до подшивки. С тихим удовлетворением Уинстон отодвинул четвертый листок в сторону. Работа тонкая и ответственная. Лучше оставить напоследок. Остальные три шаблонные задачи, хотя для второй, наверное, надо будет основательно покопаться в цифрах. Уинстон набрал на телекране задние числа, затребовал старые выпуски Таймс, через несколько минут их уже вытолкнула пневмоническая труба. На листках были указаны газетные статьи и сообщения, которые по той или иной причине требовалось изменить, или, выражаясь официальным языком, уточнить. Например, из сообщения Таймс от 17 марта явствовало, что накануне в своей речи старший брат предсказал затишье на Южно-Индийском фронте и скорое наступление войск Евразии в Северной Африке. На самом же деле евразийцы начали наступление в Южной Индии, а в Северной Африке никаких действий не предпринимали. Надо было переписать этот абзац речи старшего брата так, чтобы он предсказал действительный ход событий. Или опять же, 19 декабря Таймс опубликовала официальный прогноз выпуска различных потребительских товаров на 4 квартал 1983 года, то есть 6 квартал 9-й трехлетки. В сегодняшнем выпуске напечатаны данные о фактическом производстве и оказалось, что прогноз был совершенно неверен. Муинстону предстояло уточнить первоначальные цифры, дабы они совпали с сегодняшними. На третьем листке речь шла об очень простой ошибке, которую можно исправить в одну минуту. Недалеко в феврале министерство изобилия обещало, категорически утверждало по официальному выражению, что в 1984 году норму выдачи шоколада не уменьшат. На самом деле, как было известно и самому Уинстону, в конце нынешней недели норму собирались уменьшить с 30 до 20 граммов. Ему надо было просто заменить старое обещание предуведомлением, что в апреле норму, возможно, придется сократить. Выполнив первые три задачи, Уинстон скрепил исправленные варианты, вынутые из речеписа с соответствующими выпусками газет и отправил в пневмоническую трубу. Затем почти бессознательным движением скомкал полученные листки и собственные заметки, сделанные во время работы, и ссунул в гнездо памяти для придания их огню. Что происходило в невидимом лабиринте, которому вели пневмонические трубы, он в точности не знал, имел лишь общее представление. Когда все поправки к данному номеру газеты будут собраны и сверены, номер напечатают заново, старый экземпляр уничтожат и вместо него подошьют исправленные. В этот процесс непрерывного изменения вовлечены не только газеты, но и книги, журналы, брошюры, плакаты, листовки, фильмы, фонограммы, карикатуры, фотографии, все виды литературы и документов, которые могли бы иметь политическое или идеологическое значение. Ежедневно, чуть ли не ежеминутно, прошлое подгонялось под настоящее. Поэтому документами можно было подтвердить верность любого предсказания партии, ни единого известия, ни единого мнения, противоречащего нуждам дня, не существовало в записях. Историю, как старый пергамент, выскабливали начисто и писали заново, столько раз, сколько нужно. И не было никакого способа доказать потом подделку. В самой большой секции документального отдела, она была гораздо больше той, где трудился Уинстон, работали люди, чьей единственной задачей было выискивать и собирать все экземпляры газет, книг и других изданий, подлежащих уничтожению и замене. Номер Таймс, который из-за политических переналадок и ошибочных пророчеств старшего брата перепечатывался, быть может, десяток раз, все равно датирован в подшивке прежним числом. И нет в природе ни единого опровергающего экземпляра. Книги тоже переписывались снова и снова и выходили без упоминания о том, что они переиначены. Даже в заказах, получаемых Уинстоном и уничтожаемых сразу после выполнения, не было и намека на то, что требуется подделка. Речь шла только об ошибках, искаженных цитатах, оговорках, опечатках, которые надо устранить в интересах точности. А в общем, думал он, перекраивая арифметику Министерства изобилия, это даже не подлог. Просто замена одного вздора другим. Материал по большей части вообще не имеет отношения к действительному миру. Даже такого, какое содержит в себе откровенная ложь. Статистика в первоначальном виде такая же фантазия, как и в исправленном. Чаще всего требуется, чтобы ты высасывал ее из пальца. Например, Министерство изобилия предполагало выпустить в четвертом квартале 145 миллионов пар обуви. Сообщают, что реально произведено 62 миллиона. Уинстон же, переписывая прогноз, уменьшил плановую цифру до 57 миллионов, чтобы план, как всегда, оказался перевыполненным. Во всяком случае, 62 миллиона ничуть не ближе к истине, чем 57 миллионов или 145. Весьма вероятно, что обуви вообще не произвели. Еще вероятнее, что никто не знает, сколько ее произвели. И главное, не желает знать. Известно только одно. Каждый квартал на бумаге производит астрономическое количество обуви. Между тем, как половина населения океании ходит босиком. То же самое с любым документированным фактом, крупным или мелким. Все расплывается в призрачном мире. И даже сегодняшнее число едва ли определишь. Уинстон взглянул на стеклянную кабину по ту сторону коридора. Маленький, аккуратный, с синим подбородком человек по фамилии Тилотсон усердно трудился там, держа на коленях сложенную газету и приникнув к микрофону речеписа. Вид у него был такой, будто он хочет, чтобы все сказанное осталось между ними двоими. Между ним и речеписом. Он поднял голову, и его очки враждебно сверкнули Уинстону. Уинстон почти не знал Тилотсона и не имел представления о том, чем он занимается. Сотрудники отдела документации неохотно говорили о своей работе. В длинном без окон коридоре с двумя рядами стеклянных кабин, с нескончаемым шелестом бумаги и гудением голосов, бубнящих в речеписы, было меньше десятка людей, которых Уинстон не знал даже по имени. Хотя они круглый год мелькали перед ним на этаже и махали руками на двух минутках ненависти. Он знал, что низенькая женщина с рыжеватыми волосами, сидящая в соседнем кабинете, весь день занимается только тем, что выискивает в прессе и убирает фамилии распыленных, а следовательно, никогда не существовавших людей. В определенном смысле занятие как раз для нее. Два года назад ее мужа тоже распылили, а за несколько кабинов от Уинстона помещалось кроткое, нескладное, рассеянное создание с очень волосатыми ушами. Этот человек по фамилии Амплфорд, удивлявший всех своей сноровкой по части рифм и размеров, изготовлял препарированные варианты, канонические тексты, как их называли, стихотворений, которые стали идеологически невыдержанными, но по той или иной причине не могли быть исключены из антологии. И весь этот коридор с полусотней сотрудников был лишь под секцией, так сказать, клеткой в сложном организме отдела документации. Дальше, выше, ниже сонмы сложащих трудились над невообразимым множеством задач. Тут были огромные типографии со своими редакторами, полиграфистами и отлично оборудованными студиями для фальсификации фотоснимков. Была секция телепрограмм со своими инженерами, режиссерами и целыми трупами артистов, искусно подражающих чужим голосам. Были полки референтов, чья работа сводилась исключительно к тому, чтобы составлять списки книг и периодических изданий, нуждающихся в ревизии. Были необъятные хранилища для подправленных документов и скрытые топки для уничтожения исходных. И где-то, непонятно где, анонимно существовал руководящий мозг, чертивший политическую линию, в соответствии с которой одну часть прошлого надо было сохранить, другую – фальсифицировать, а третью – уничтожить без остатка. Весь отдел документации был лишь ячейкой Министерства правды, главной задачей которого была не переделка прошлого, а снабжение жителей океании газетами, фильмами, учебниками, телепередачами, пьесами, романами, всеми бессмысленными разновидностями информации, развлечений и наставлений от памятника до лозунга, от лирического стихотворения до биологического трактата, от школьных прописей до словаря новояза. Министерство обеспечивало не только разнообразные нужды партии, но и производило аналогичную продукцию сортом ниже, на потребу пролетариям. Существовала целая система отделов, занимавшихся пролетарской литературой, музыкой, драматургией и развлечениями вообще. Здесь делались низкопробные газеты, не содержавшие ничего, кроме спорта, уголовной хроники и астрологии. Забористые пятицентовые повестушки, скабрезные фильмы, чувствительные песенки, сочиняемые чисто механическим способом, на особого рода калейдоскопе, так называемом версификаторе. Был даже особый подотдел на новоязе, именуемый порносеком, выпускающий порнографию самого последнего разбора. Ее рассылали в запечатанных пакетах и членам партии, за исключением непосредственных изготовителей, смотреть ее запрещалось. Пока Уинстон работал, пневмоническая труба вытолкнула еще три заказа, но они оказались простыми и он разделался с ними до того, как пришлось уйти на двухминутку ненависти. После ненависти он вернулся к себе в кабину, снял с полки словарь новояза, отодвинул речепис, протер очки и взялся за главное задание дня. Самым большим удовольствием в жизни Уинстона была работа. В основном она состояла из скучных и рутинных дел, но иногда попадались такие, что в них можно было уйти с головой. Как в математическую задачу. Такие фальсификации, где руководствоваться ты мог только своим знанием принципов ангсоца и своим представлением о том, что желает услышать от тебя партия. С такими задачами Уинстон справлялся хорошо. Ему даже доверяли уточнять передовицы Таймс, писавшиеся исключительно на новоязи. Он взял отложенный утром четвертый листок. Таймс 03.12.83 минус-минус изложен на КАССБ упомянутые дни лица переписать сквозь наверх до подшивки. На староязи, обычном английском, это означало примерно следующее. В номере Таймс от 3 декабря 1983 года крайне неудовлетворительно изложен приказ старшего брата по стране. Упомянуты несуществующие лица. Перепишите полностью или представьте ваш вариант руководства до того, как отправить в архив. Уинстон прочел ошибочную статью. Насколько он мог судить, большая часть приказа по стране посвящена была похвалам ПКПП, организации, которая снабжалась сигаретами и другими предметами потребления матросов на плавающих крепостях. Особо выделен был некий товарищ Уидерс, крупный деятель внутренней партии. Его наградили орденом за выдающиеся заслуги второй степени. Тремя месяцами позже ПКПП внезапно была распущена без объявления причин. Судя по всему, Уидерс и его сотрудники теперь не в чести. Хотя и ни в газетах, ни по телекрану сообщений об этом не было. Тоже ничего удивительного. Судить и даже публично разоблачать политически провинившегося не принято. Большие чистки, захватывающие тысячи людей с открытыми процессами, предателей и мысли преступников, которые жалко каялись в своих преступлениях, а затем подвергались казни, были особыми спектаклями и проходили раз в несколько лет, не чаще. А обычно люди, вызвавшие неудовольствие партии, просто исчезали, и о них больше никто не слышал. И бесполезно было гадать, что с ними стало. Возможно, что некоторые даже оставались в живых. Так в разное время исчезли человек 30 знакомых Уинстона, не говоря о его родителях. Уинстон легонько поглаживал себя по носу скрепкой. В кабинке напротив товарищ Тилотсон по-прежнему таинственно бормотал, прильнув к микрофону. Он поднял голову, опять враждебно сверкнули очки. Не той же ли задачей занят Тилотсон, подумал Уинстон. Очень может быть. Такую тонкую работу ни за что не доверили бы одному исполнителю. С другой стороны, поручить ее комиссии значит открыто признать, что происходит фальсификация. Возможно, не меньше десятка работников трудились сейчас над собственными версиями того, что сказал на самом деле старший брат. Потом какой-то начальственный ум во внутренней партии выберет одну версию, отредактирует ее, приведет в действие сложный механизм перекрестных ссылок, после чего избранная ложь будет сдана на постоянное хранение и сделается правдой. Уинстон не знал, за что попал в немилость Уидерс. Может быть за разложение или за плохую работу. Может быть старший брат решил избавиться от подчиненного, который стал слишком популярен. Может быть Уидерс или кто-нибудь из его окружения заподозрен в уклоне. А может быть и вероятнее всего, случилось это просто потому, что чистки, распыления были необходимой частью государственной механики. Единственный определенный намек содержался в словах «упомянуты не лица». Это означало, что Уидерса уже нет в живых. Даже арест человека не всегда означал смерть. Иногда его выпускали, и до казни он год или два гулял на свободе. А случалось так, что человек, которого давно считали мертвым, появлялся словно призрак на открытом процессе и давал показания против сотен людей, прежде чем исчезнуть на этот раз окончательно. Но Уидерс уже был не лицом. Он не существовал. Он никогда не существовал. Уинстон решил, что просто изменить направление речи старшего брата мало. Пусть он скажет о чем-то совершенно не связанном с первоначальной темой. Уинстон мог превратить речь в типовое разоблачение предателей и мысли преступников. Но это слишком прозрачно. А если изобрести победу на фронте или триумфальное перевыполнение трехлетнего плана, то чересчур усложнится документация. Чистая фантазия, вот что подойдет лучше всего. И вдруг в голове у него возник, можно сказать, готовеньким, образ товарища Агилви, недавно павшего в бою смертью храбрых. Бывали случаи, когда старший брат посвящал наказ памяти какого-нибудь скромного рядового партийца, чью жизнь и смерть он приводил как пример для подорожания. Сегодня он посвятил речь памяти товарища Агилви. Правда, такого товарища на свете не было, но несколько печатных строк и одна-две поддельные фотографии вызовут его к жизни. Уинстон на минуту задумался, потом подтянул к себе речи пис и начал диктовать в привычном стиле старшего брата. Стиль этот военный и одновременно педантический. Благодаря постоянному приему задавать вопросы и тут же на них отвечать. Какие уроки мы извлекаем отсюда, товарищи? Уроки, а они являются также основополагающими принципами ангсоца, состоят в том, и т.д. и т.п., легко поддавался имитации. В трехлетнем возрасте товарищ Агилви отказался от всех игрушек, кроме барабана, автомата и вертолета. В шести лет, в виде особого исключения, был принят в разведчике. В девять лет стал командиром отряда, 11 лет отряду, услышав дядин разговор, уловил в нем преступные идеи и сообщил об этом в полицию мыслей. В 17 стал районным руководителем молодежного антиполового союза. В 19 изобрел гранату, которая была принята на вооружение Министерством мира, и на первом испытании уничтожил взрывом 31 евразийского военнопленного. 23-летним погиб на войне, летя над Индийским океаном, с важными донесениями, был атакован вражескими истребителями, привязал к телу пулемет, как грузило, выпрыгнул из вертолета и вместе с донесениями и прочим ушел на дно. В такой кончине, сказал старший брат, можно только завидовать. Старший брат подчеркнул, что вся жизнь товарища Агилви была отмечена чистотой и целеустремленностью. Товарищ Агилви не пил, не курил, не знал иных развлечений, кроме ежедневной часовой тренировки в гимнастическом зале, считая, что женитьба и семейные заботы несовместимы с круглосуточным служением долгу. Он дал обет безбрачия, он не знал иной темы для разговора, кроме принципов ангсоца, иной цели в жизни, кроме разгрома евразийских полчищ и выявления шпионов, вредителей, мыслепреступников и прочих изменников. Уинстон подумал, не наградить ли товарища Агилви орденом за выдающиеся заслуги. Решил все-таки не награждать, это потребовало бы лишних перекрестных ссылок. Он еще раз взглянул на соперника напротив. Непонятно, почему он догадался, что Тилотсон занят той же работой, чью версию примут, узнать было невозможно, но он ощутил твердую уверенность, что версия будет его. Товарищ Агилви, которого в помине не было час назад, обрел реальность. Уинстону показалось занятным, что создавать можно мертвых, но не живых. Товарищ Агилви никогда не существовал в настоящем, а теперь существует в прошлом, и едва сотрутся следы подделки, будет существовать так же доподлинно и неопровержимо, как Карл Великий и Юлий Цезарь. Субтитры создавал DimaTorzok